26 ноября в Нижнем Новгороде полномоченный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич провел традиционную встречу с главными редакторами ведущих СМИ Приволжского федерального округа. На встречу приехали 49 журналистов из 14 регионов по Волжье. Такая встреча проходит уже в четвертый раз. Михаил Викторович ответил на 32 вопроса, в том числе и на вопрос нашей телерадиокомпании. Ответы полпреда в нашем следующем репортаже. Встречу Михаил Бабич начал с подробного рассказа об основных направлениях работы в округе. И о реализации наиболее значимых инвестиционных, социальных и общественных проектах. Особое внимание полпред уделил развитию и укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений. В Приволжском федеральном округе проживают люди разных на национальности и вероисповедания. Поэтому данный вопрос стоит очень остро. 22 октября в Башкирии прошел совет при президенте Российской Федерации. Где было принято решение о создании трехуровневой системы традиционного исламского образования. Медресе, исламские вузы, центры повышения квалификации. Это особо актуально для нашей республики, где проживает много мусульман. Уделил внимание Михаил Викторович иммиграционной политике. По его словам, Приволжский федеральный округ является транзитным коридором, в том числе и для жителей центральных и среднеазиатских регионов стран СНГ. Поток мигрантов у нас повышенный. Главная задача исследовать, изучить, анализировать причины и источники проблем и конфликтов. И находить пути решения их на системном уровне. Подробно остановился полпред на вопросах развития местного соуправления. Рассказал о работе Совета по развитию местного соуправления. Мы в течение года работаем в четырех рабочих группах, которые возглавили мэры наших крупных городов. Проинвентаризировали практически все законодательство. Как федеральное, так региональное и муниципальное. Мы внесли более 240 предложений в нормативно-правовую базу с точки зрения повышения эффективности местного соуправления. По различным направлениям деятельности, начиная от вопросов благоустройства, транспорта, коммунального хозяйства, заканчивая вопросами делегирования полномочий местному соуправлению. Самый главный результат работы Совета после поручения президента Российской Федерации в Госдуму внесен проект закона о снижении контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного соуправления. Вступает он в силу с 1 января 2014 года. Рассказал Михаил Бабич, редактором и о развитии экономических связей с Китаем, об улучшении предпринимательского климата в регионе, о работе с многодетными семьями и детьми-сиротами. Важный аспект встречи – пропаганда через СМИ здорового образа жизни. Чувашия в этом плане имеет большой опыт. Ну, во-первых, Чувашия действительно очень активно развивается. Это раз. Это общепризнанный факт. Чувашия – это у нас субъект, который один из трех в текущий год заканчивается с профицитом бюджета. Еще большой вопрос, как это удалось сделать властям республики. Все мероприятия федерального уровня, они все имеют различные формы поддержки. Нового образа жизни. Чувашия в этом плане имеет большой опыт. Ну, во-первых, Чувашия действительно очень активно развивается. Это раз. Это общепризнанный факт. Чувашия – это у нас субъект, который один из трех с профицитом бюджета. Еще большой вопрос, как это удалось сделать. Все мероприятия федерального уровня, они все имеют различные формы поддержки. Нового образа жизни. Чувашия в этом плане имеет большой опыт. Ну, во-первых, Чувашия действительно...